Новый год – праздник, который соткан из волшебства. Эти книги – великолепный подарок новогодним праздникам. Как здорово долгими зимними вечерами читать замечательные стихи, любимые сказки и разглядывать проверенные временем картинки. И наша библиотека предлагает вам почитать эти лучшие новогодние истории. Посмотрите, какая красочная книга. О чем она? О волшебной жизни Деда Мороза и друзьях его верных. Страницы этой книги перелистывайте, внимательно читайте, да запоминайте, кого как величают, кто где живет и когда вас в гости ждет, а потом и сами отправляйтесь в путешествие, чтобы своими глазами увидеть, да поверить, есть чудеса на свете. А далеко на севере, где-то в Архангельской или Вологодской области, есть деревня Дедморозовка. В ней и проводят большую часть времени Дед Мороз и его внучка Снегурочка. А еще там живут помощники Деда Мороза – снеговики и снеговички. Этот сборник включает в себя шесть рассказов замечательной писательницы Елены Николаевны Верейской. Искренние и трогательные, они будут интересны и большим, и маленьким читателям. У него в мешке подарки, а на шубе пояс яркий. Он зажег огни на елке, он зайчат катает с горки, он на праздник нам привез новых сказок целый воз. Кто же это? Загадки, стихи, песни и сказки написал для самых маленьких читателей Владимир Степанов. А кто не знает увлекательную историю про ленивого Емелю Дурачка и щуку-волшебницу в книге «Почущему веленью». Она учит быть смекалистым и уметь, когда нужно постоять за себя. Правда, немного смущает то, что главный герой представлен отменным лодырем и лентяем. Но именно ему неожиданно улыбнулась удача. Когда он поймал щуку, она оказалась волшебной. И после того, как Емеля отпустила ее на волю, стала исполнять все его заветные желания. Кто бы от такой помощницы отказался? Морозка – это дивная сказка, а противостояние добра и зла знакома каждому. Тяжела доля Настеньки, не полюбила ее мачеха, ведь своя дочка у нее была Марфушенька. Красавица Настя всю работу делала, а сестра ее свотная на печи в это время грелась. Но за доброту и трудолюбие получила Настенька награду, а Марфушеньку Морозка превратил в ледышку. А эта добрая и смешная история началась перед самым Новым годом. Бабы Яги готовились к приходу гостей, а вот коварный Каще Бессмертный задумал обмануть Деда Мороза. Удалось ли ему это? прочитайте и узнаете сами. В нашей библиотеке есть еще много красочных и интересных книг про зиму и Новый год. Приходите, не пожалеете!